Агросекта 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 на суррогат. Уделить больше внимания развитию капельного рошения, увеличить объемы господдержки на лизинг сельхозтехники. Немало проблем у виноградарей республики. Урожай поспел, а вот как сбыть его по нормальной цене, чтобы фермер не остался в убытке? Наш виноград на сегодняшний день, можно сказать, не востребован. Почему? Потому что цена на виноград, которые требуют наши заводы, переработчики, не устраивает производителей. Если себе стоимость 17-18 рублей и сдавать виноград по 17-18 рублей, это убыток. Необходимо также разработать программу по удержанию молодежи в сельской местности. Об этом говорил в своем выступлении Артем Сдунов. Условия жителей, работающих на селе, нелегкие. Проблем там, насколько много, что надеется, вся сельская молодежь ждет от таких сессий, каких-то изменений, что они что-то решают, здесь такой механизм, чтобы что-то изменилось на селе. Вот какие-то господдержки, инвестиции, чтобы молодежь не отыкалась с гор, а как-то оставалась там на селе и работала, занималась сельским хозяйством. И по традиции после дискуссии участники сессии подвели итоги. Ситуация в сельском хозяйстве республики свидетельствует о необходимости коренных изменений. А для этого необходима разработка долгосрочной стратегии развития. Все однозначно говорят, что надо поставить точки на ли и начинать, например, развитие животноводства, растеневодства, но только через мелиорацию, только через эффективное использование земель сельского хозяйства назначения. Поэтому еще раз хотелось бы и хочется, и я обращался в свое выступление ко всем присутствующим, чтобы они серьезно относились к этому вопросу и наметили свои, предлагали свои предложения и наметили свои пути в учение всех сторон сельскохозяйственного производства республики. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана состоялась встреча с победителями конкурса на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров. В ходе встречи заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Алиев поздравил победителей конкурса и напомнил им о возложенной на них ответственности порциональному расходованию бюджетных средств и выведению АПК республики на новый уровень. Начальник отдела развития сельских территорий Эмиль Татаев также обратился к фермерам с просьбой со всей серьезностью отнестись к своевременному предоставлению всей необходимой отчетности. Со своей стороны победители конкурсного отбора поблагодарили членов комиссии за поддержку и объективную оценку представленных проектов. Минсельхозпродагестана стремится повысить прозрачность проведения конкурсов на получение аграриями республики господдержки. Фермеры имеют возможность подать необходимый пакет документов в филиалах многофункциональных центров, расположенных на муниципалитетах. Более того, в настоящее время прорабатываются механизмы дистанционного проведения самого конкурса. Когда участникам не придется приезжать Минсельхозпрод, а будет достаточно посетить здание МФЦ, в котором в режиме видеосвязи будет проводиться собеседование. По итогам прошлого года в Дагестане получили почти 900 тысяч литров молока. Сельхозтоваропроизводители, у которых есть возможность, стараются завозить в республику высокопродуктивный скот из других регионов. Молочное скотоводство в Дагестане – хорошее питание и никакой химии. Коровы на ферме в селе Улубиаук Роботокенского района дают больше 30 литров молока в день. Развитие молочного скотоводства, как правило, больше характерно аграрным объединением центральных регионов России. Там и трава зеленее, учитывая климат и состав почвы. Опять же, крупнорогатому скоту и пасется здесь комфортнее, чем на горных склонах. Вот овцеводство – это наше, а коров и бычков оставьте Башкирии, Краснодарскому краю. Но не тут-то было. Высокопродуктивный скот неплохо прижился и в Дагестане. Для сельского хозяйства Дагестана это очень необычное предприятие. На этой ферме в селе Улубиаук Роботокенского района содержатся коровы-рекордсменки. Некоторые из них в день дают более 30 литров молока. Животноводческая ферма в селе Улубиаук Роботокенского района существует с 2013 года. Первых буренок в Голшинофрийской породы эту Машу, Волокду и Чебурашку Джабраил Умаров приобрел в Краснодарском крае 5 лет назад. Акклиматизация прошла успешно. Но хорошая порода – это только полдела. Без соответствующего ухода через некоторое время любая породистая корова начнет давать столько же молока, что и обычная. В первую очередь этих дам весом 800 кило надо хорошо кормить. Весной у нас травостой, когда хороший, мы измельченную траву даем в достатке вдоволь. За счет этого у нас самый высокий удой получается в мае-апреле. Каждая корова, которая на сегодняшний день дает, допустим, 20-22 литра молока, они в апреле-май дают более 30 литров. Примерно вот такую разницу они дают. Вот сейчас у нас Маша дает 35 литров, 34-36 молока, суточный удой у нее. Она прошлым летом, то есть позапрошлым весной, она давала у нас 42-43 литра. За счет кормления, кроме того, что они высокоудойные, за счет кормления, в общем, молоко у нас получается. А они у вас не пасутся, что ли? Практически не пасутся. Только для мациона мы их выгуливаем утром, на 2 часа выгуливаем. Хорошее, а главное сбалансированное питание – залог продуктивности скота. Высокопродуктивный скот нужно очень хорошо кормить. В первую очередь, конечно, должна быть свежая трава. А дальше – небольшое количество фруктов и овощей. Сегодня у этих коров на завтрак картошка. Гуренки ее очень любят. Картошку этим коровам заняты в день по 2 раза. Этот высокопродуктивный скот потребляет в 2 раза больше кормов, чем обычные коровы. Примерно 6-8 килограммов фуража, 4 килограмма корнеплодов и 15 килограммов сена и люцерна в день. Поэтому и надои хорошие. Вот столько Машенька дала на утренней дойке. Я не вылю так. Не над ведром. Маша у нас рекордсменка. Сейчас мы посмотрим, сколько она дает молока. Вот это ведро у нас на 10 литров. Здесь у нас 10 литров. Ну, литра 15 с хвостиком будет. Это утренняя дойка у нас. Это у нас одна Машенька так дает. Полученное сырье переливается в емкости для молокоматов. Их, кстати, в республике три. В самом селе Улуби-Аул, Махачкале и Сбербаши. Спрос на продукцию хороший. Но пока о высокой рентабельности производства говорить не приходится. Отдельные коровы, рекордсменки при хорошем травостое в апреле, мае дают больше 40 литров молока в день. В настоящее время сложно складываться ситуация с кормами. Тем более, учитывая, что конец весны и лето у нас крайне засушливые. Мы закупили на сегодняшний день поливную систему, но посадили люцерну, так и не смогли вырастить, потому что не было воды. А приходится люцерну покупать. Мы на этом теряем очень большие деньги. Рентабельность у нас, соответственно, низкая. За счет того, что нам приходится покупать на сегодняшний день практически все грубые корма мы покупаем. Начиная от селома, кончая люцерной. Учитывая то, что село Улубиау, помимо животноводства, еще активно занимается виноградарством, здесь более 300 гектаров солнечной ягоды, овощеводством закрытого грунта, это более 60 гектаров теплиц, Минмиллионтхоз Республики Дагестан в рамках своих полномочий намерен оказать помощь в решении вопросов водообеспечения для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей. Минтельхоз продам Республики Дагестан оказывается государственная поддержка на возмещение части затрат отгруженного молока на собственную переработку. Благодаря субсидированию приобретенного технологического оборудования по переработке молока и мяса планируется увеличить объем производства, что дополнительно даст возможность увеличить ассортимент и закупать молоко у фермеров. Спок-сход Буйнакского района основан в 2008 году. За это время построено животноводческое помещение на 350 скотомест, кормосклады на 1000 тонн скотобойня и помещения для животноводов. Минтельхоз продам Республики Дагестан при завершении строительства оказана государственная поддержка на возмещение 30% затрат. Фермерским хозяйством приобретено в Смоленской области 42 телки. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается 244 голов крупнорогатого скота, в том числе 130 коров. Стадо находится на летних пастбищах, где организовано машинное доение. Среднесуточный удой молока составляет 800 литров. Каналу Октябрьской революции на этой неделе исполняется 95 лет. Нехватка воды для орошения полей являлась одной из причин острого земельного голода в дореволюционном Дагестане. Попытки построить оросительный канал предпринимались и в XVIII и в XIX веке. Масштабные же работы завершились 95 лет назад. Пробный пуск воды по магистрали состоялся 25 июля 1923 года, а уже 8 августа прошли торжественные мероприятия, посвященные завершению работ. В народные стройки принимали участие несколько тысяч человек. Одновременно с мероприятиями в Дагестане прошли честование в Москве на открытии первой всероссийской сельскохозяйственной выставки в августе 1923 года. На территории выставки в специально сооруженном дагестанском павильоне, в частности, была развернута живописная панорамная экспозиция, макет кора со сводками работ всего периода на этой грандиозной стройке века. Сегодня благодаря кору орошается 60 тысяч гектаров сельхозугодий, а наши фермеры теперь получают хорошие урожаи риса, пшеницы, бахчи, овощи и фруктов. Республика Дагестан в настоящее время занимает первое место среди регионов России по орошаемому земледелию. Дагестан – один из крупнейших исторически сложившихся регионов орошаемого земледелия. На его долю приходится около 10% всех орошаемых земель в Российской Федерации и 20% на Северном Кавказе. Площадь поливных земель в республике составляет порядка 400 тысяч гектаров. Более 70% растеневоческой продукции, производимой здесь, получают на орошаемых землях. Этот горный край является не только самой южной границей или субъектом России, но и одним из древнейших центров земледельческой цивилизации. Здесь еще в глубокой древности разработаны классические приемы террасного земледелия, в особенности под многолетние культуры. Его территория характеризуется большим разнообразием природных условий, различиями в крутизне и экспозиции склонов. Разумеется, здесь возникает острая необходимость максимальной дифференциации земледелия применительно конкретным почвенно-климатическим условиям. На территории Дагестана протекает 4320 рек. Основными источниками орошения являются терек, сулак и саму. Широко внедрять мелиорацию земель с одновременным вводом в оборот новых сельскохозяйственных угодий в низовьях рек Терек, Сулак, Акташ, Аксай, Улучай начали в начале 19 века, после вхождения Дагестана в состав России. Основной этап развития мелиорации и строительства ирригационных сооружений в Дагестане начался с установлением советской власти и свода в эксплуатацию в 1923 году канала имени Октябрьской революции протяженностью 70 километров от Сулака до Махачкалы. Широкое развитие мелиорации земель и получение высоких и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяйственных культур республики получило после 1966 года и динамично развивалось вплоть до 90-х годов прошлого века. Программой широкого развития мелиорации в республике планировалось довести площадь орошаемых земель к 2000 году до 500 тысяч гектаров. В ходе реализации программы развития мелиорации в республике с 1966 года по 1985 годы объемы капиталовложений в отрас увеличились более чем в три раза. Особый размах получило рисоводство. Площадь, занятая рисом, доходила до 27 тысяч гектаров всего обороте, а общая площадь рисовых систем достигала 45 тысяч гектаров. Были созданы специализированные рисоводческие совхозы. С начала 90-х годов прошлого века в результате смены социально-экономической информации в стране и изменения финансовой экономической политики государства произошло резкое снижение объемом финансирования мелиоративной отрасли. Большая часть растительных каналов, выполненных в земляном русле и внедренных в эксплуатацию в 50-60-е годы прошлого века, пришли в упадок. Они заелены, местами разрушены, в результате чего их пропускная способность составляет 50-60% от проектных параметров. Часть гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии. Серьезной проблемой является состояние коллекторно-дренажной системы. Особенно остро это ощущается в северной зоне республики, где расположены рисовые системы. Как решаются проблемы мелиоративного комплекса в Республике Дагестан? В 2014-2017 годах, благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства России, ежегодный объем финансирования противопаводковых мероприятий и очистки межхозяйственных каналов был увеличен более чем в пять раз. В результате удалось повысить их пропускную способность и уровень надежности и безопасности гидротехнических сооружений. За последние три года в ПГБУ Минмиллиородхоз Республики Дагестан произошло обновление парка мелиоративных машин и строительной техники. Всего же в период с 2015 года по линии Минсельхоза России миллиораторы Дагестана получили 50 единиц техники на общую сумму более 150 миллионов рублей. Наличие собственной техники значительно сокращает расходы на ремонтные работы, позволяет принять превентивные меры в целях предотвращения аварийных ситуаций на объектах, является большим подспорьем для своевременного и качественного оказания услуг по подаче поливной воды потребителям. Реализация федеральных целевых программ С принятием двух федеральных целевых программ о развитии мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы и развитии водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах, начиная с 2014 года, проблемы развития мелиорации в Республике стали решать более качественно. В перечень реконструируемых объектов по этим программам до 2020 года включены 15 объектов. Общий объем финансирования по этим программам составляет около 7 миллиардов рублей. В 2015 году завершена реконструкция магистрального канала и сооружений Самур-Дербенской растительной системы. Это позволяет вернуть в оборот орошаемые земли площадью около 30 тысяч гектаров. В настоящее время реконструкция осуществляется на четырех объектах, выполнены и представлены на государственную экспертизу проекты еще по пяти объектам. По проекту реконструкции объектов старотеречной растительной системы стоимостью 359 миллионов рублей получено положительное заключение. Главы экспертизы и в 2018 году запланировано начало работ. Проектные работы по двум объектам находятся на стадии завершения, в ближайшее время будут представлены на государственную экспертизу. По реконструкции магистрального канала коллекторов имени Октябрьской революции и сооружений коровской растительной системы достигнуты следующие результаты. Обеспечено повышение пропускной способности магистрального канала, повысилась водообеспеченность орошаемых земель на площади более 30 тысяч гектаров. Предотвращено затопление и подтопление нескольких населенных пунктов Кизелюртовского и Кумтеркалинского районов, а также хозяйств отгонного животноводства. Улучшено мелиоративное состояние земель площадью около 20 тысяч гектаров. Кроме того, здесь реализуются инвестиционные проекты, подобные тепличному комплексу «Югагрохолдинг». Значительно возросла эксплуатационная надежность сооружений, и они отвечают требованиям Федерального закона о безопасности гидротехнических сооружений, что подтверждено Декларацией о безопасности ГТС, утвержденной Ростехнадзором. По реконструкции магистрального канала имени Дзержинского, работы «Верис» на межхозяйственных каналах с гидротехническими сооружениями «Додрас», «Большой Кисек», «Малый Кисек» построен ГТС на магистральном канале для аварийного сброса воды. Начата реконструкция коллекторов К-10. Реконструированы участки магистрального канала протяженностью 35 километров. Обеспечено повышение пропускной способности в головной части канала до 40 кубов. Завершены строительства головных сооружений канала «Додрас», «Большой Кисек», «Шахбалат», что позволит расширить площади рисовых систем в Бабаюртовском районе. По федеральной целевой программе развития и мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2014-2020 годы в текущем году работы продолжены по объектам реконструкции магистрального канала «Тальма» сооружениями «Тальминская растительная система» в Бабаюртовском районе. Реконструкция межхозяйственного канала «Кировский» сооружениями «Кировская растительная система» в Сульмонстальском районе. Реконструкция этого объекта будет завершена к концу 2018 года. В эксплуатацию будет введено 2500 гектаров орошаемых земель. Будет реализован инвестиционный проект по посадке 1000 гектаров интенсивных садов. В эти дни в Кумтеркалинском районе идет уборка овощей. Аграрии вырастили хороший урожай лука. Самый популярный и урожайный сорт в этом сезоне – сэншуй. Среднее урожайность от 50 до 65 тонн с гектаров. Основной реализацией идет в Махачкалу, Хасавюрт, Кизелюрт. И за пределами Дагестана – это Кабардино-Балкарию, Осетию и Чечню. Есть, которые за пределами нашей республики, в сторону Москвы, Ленинграда, которые возят. И поэтому вот такое положение у нас. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова